И всем привет дорогие друзья, с вами по-прежнему Алексей, сегодня вашему вниманию я бы хотел представить свое новое видео, видео по игре American Truck Simulator и Euro Truck Simulator 2. Это рубрика обзора модов и как вы уже догадались, сегодня мы посмотрим на грузовик, который есть и в АТС и в ЕТС-2, но так как это американский Peterbilt 387, то будет наверное более логичным сделать на него обзор именно в АТС, но также по ссылочкам в описании вы сможете скачать этот грузовик для ЕТС-2. Я уже подразумеваю, что отличия здесь заключаются только в том, что в версии для ЕТС-2 можно будет установить флажки на лабаж, ну может быть здесь и это есть, посмотрим. CISL вроде как у меня должен быть подключен. Итак, ну что, продается он естественно в автосалоне Peterbilt, насчет автосалона в ЕТС-2 не скажу точно, в описании будет написано. Итак, давайте посмотрим, выглядит грузовик следующим образом, я вас прошу не пугаться того, что здесь у нас нет колесных дисков, под прошлым обзором на FLD-шник очень прям бомбило у знатоков, мол вот такой типа хвалит мод, да, а не видит, что у него колесных дисков нет. Тут просто вот увидели что-то, да, зацепились и сразу давай в комментарии писать мне, чтобы досмотреть хотя бы видео до середины, где мы дошли до тюнинга, спокойно поставили эти колесные диски и никаких проблем не было вообще с модом, то есть ну вот такое. Итак, машинка выглядит в принципе неплохо, если я не ошибаюсь, даже по-моему ранее я уже записывал обзор на этот мод, но это было ой как давно, чуть ли там не сразу после выхода American Truck Simulator, ну просто адаптировали его под АТС-очку и все. Ну тут вроде бы как уже версия такая древняя, старенькая и вполне себе возможно, что что-то новое добавилось. Итак, по кабине кабина у нас одна, самая высокая по шасси, у нас шасси по факту одно, 6х4, но можно выбрать местоположение пятого колеса, то есть будет оно у нас очень, так скажем, близко к кабине. Второй вариант, это будет очень оно отодвинуто назад, то есть максимальная нагрузка у нас будет приходиться на заднюю ось, ну и будет оно стоять у нас посередине, то есть более-менее как-то нагрузка у нас будет распределяться. Давайте, наверное, оставим последний вариант. Далее, по двигателям. Двигателей здесь много, есть Пакары, есть Кэты, Си-18, Си-15, собственно и Каминса также здесь присутствуют. Слушайте, я даже не знаю какой двигатель-то послушать-то на самом деле, Кэт или Каминс. Давайте поставим Кэт на 550 лошадиных сил, послушаем как он звучит. По коробкам их, опять же, здесь очень много, это есть и Тенфуллеры, и Макдрайверы, откуда они здесь взялись, не понимаю, Эллисоны, то есть очень-очень-очень много. Но стоит здесь по дефолту это Меритер. Не знаю, что за коробка такая, раньше про нее вообще не слышал, давайте оставим и посмотрим, как она будет себя вести. По салону, салон у машины, естественно, свой, меня еще тогда радовало, какого он хорошего качества. Классно все сделано, все детали интерьера очень-очень неплохо выполнены. Есть мелкие косяки, конечно, по текстуркам, типа как вот здесь, ну, что-то типа такое пожоное, знаете, да? Но в остальном неплохо. Но я бы еще, наверное, на пол, может быть, какой-нибудь ковер кинул, но посмотрим, может быть, это есть у нас все в тюнинге. Сидушечка у нас присутствует, не обращайте внимания на то, что, опять же, у нас вот здесь вот такие косяки, ай, все, косяки. Мод хвалит, а косяки остаются, эта камера просто так настроена. Она залазит в объект, в этом абсолютно ничего страшного нет. Плюс ко всему, салонов у нас несколько. Есть вот такой вот вариант, у нас меняются здесь, как я понимаю, только обивка торпеды и вот эта полосочка у нас меняется. То есть, имеется белый вариант, вот такой вот интересный поддерево. Стандартный вариант, обратите внимание, без вот этого прибора. Я даже не знаю, что здесь у нас установлено. Точнее, я не помню, вроде бы бортовой компьютер. Ну, может быть, и все это продублировано. То есть, смотрите, стандарт эксклюзив, да, и, соответственно, все это у нас здесь меняется. Ну, давайте возьмем эксклюзивочку, наверное, с деревом, чтобы у нас все полностью было. По покраске кузова, естественно, она, как видите, поддерживается. То есть, это обычные цвета и металлик, но плюс ко всему, у нас здесь есть куча просто своих скинов. И я подразумеваю, что если расковырять архивчик, там можно будет найти, так скажем, заготовочку и свои скины нарисовать. Да, в принципе, на той же Литве, это С2.lt, либо АТС.lt, АТС.lt, можно найти очень-очень много скинов на этот грузовик и довольно-таки неплохих. Но тут, видите, здесь уже чисто собраны все американские компании, то есть, которые, наверное, можно так или иначе встретить в Америке. Очень-очень реально много скинов и можно скинчик такой подобрать чисто под себя, быть, так сказать, эксклюзивным. Так, ну да, все кончилось. Я даже не знаю, что взять. Свифт, ну, какой-то серый, я бы белый взял. Ладно, давайте, пусть у нас будет свифт. Пусть будет свифт. По тюнингу давайте посмотрим. Резина у нас как бы здесь прописана своя. Dynamics АТС, соответственно, Roadmaster и Vortex АТС. Не отличается она в ровном счетом вообще ничем. Скорее всего, это у нас остались следы прописки для Eurotrack Simulator 2. Раз подписано АТС. Поэтому оставляем просто обычную резину. По колесным дискам здесь есть свои новые. Опять же, вот видите, подписано все у нас здесь дублировано. Это идет прописка уже непосредственно с ЕТС. Есть вот такой интересный колесный диск, но он мне как-то не особо нравится. Dayton почему-то он у нас, ну, лысый, как видите, да. То есть нужно поставить Dayton Hub и, соответственно, подобрать болтики под Dayton. Но будет он выглядеть следующим образом. Очень-очень похож на Камазовский диск. Далее есть стандарт Chrome. Но это уже, опять же, скорее всего, идет у нас непосредственно для... Господи, что я хотел сказать? Для Eurotrack Simulator 2. Ну, ставим стандартный диск. Сзади, в принципе, у нас абсолютно такая же ситуация. Выбираем стандарт. И на второй оси тоже выбираем стандарт. В принципе, все. Здесь у нас что меняется? Давайте посмотрим. Здесь мы с вами сможем поставить вот такие вот интересные защиты наших порогов, на которые впоследствии мы можем налепить одну из лампочек. То есть это даже могут быть, ребята, поворотники. Прикиньте, вот это все сделать поворотниками. Это будет очень интересно. То есть даже стопари тут можно нанести. Ну, такого рода. Не знаю, доты, может быть, поставить. Но как-то они не очень будут смотреться. Поэтому давайте, наверное, просто оставим пороги и сделаем их без лампочек. Далее, чуть-чуть ниже мы с вами сможем выбрать почему-то полоску на лабаж, не понимая, в чем смысл. То есть либо она у нас будет синяя, либо будет вообще без полосы. Давайте сделаем синюю. Почему бы не здесь, допустим, Думис этот поставить? Ну, то такое. Далее крылья. То есть либо вот такие у нас они будут кастомные, опять же, с возможностью установки фонариков. Либо вот такие будут обычные пластиковые. Ну, давайте уж впустимся во все тяжкие и поставим хром. Далее у нас идут подставочки под мигалочки. Это, опять же, уже пережиток негабаритного пака. Соответственно, можно даже сделать кастомную сзади плиту и, соответственно, здесь подвешать даже русский номер. Я не понимаю зачем, но факт остается фактом, друзья. Это можно здесь сделать. Ну, и плюс ко всему подсобрать, ну, такой, знаете, своего рода кастом, не кастом. Там поворотнички там свои поставить, стопари и тому подобное. Брызговички здесь, к сожалению, не меняются, как бы я это не искал. По мордашке давайте посмотрим. Две защиты бампера у нас приветствуются здесь. Давайте оставим такую чуть пошире, ну, чтобы как-то более-менее все здесь это у нас совпадало. Два варианта кенгурятников. То есть, видите, да, стоит кенгурятник и, соответственно, его нет. Но есть у нас думесы под установку всяческих фонариков. Вот нажимаешь, они не ставятся. Видимо, это чисто у нас ETS тема идет. Окей, по бамперу. Бампер имеется следующего рода. Можно выбрать хромированный, вот такой вот злющий, с возможностью установки, опять же, на него всяческого рода лампочек, фонариков и тому подобного. Вернемся обратно. Сейчас мы эту штучку только удалим. Соответственно, бампер такой же на 4 слота идет. Большой хромированный бампер, но это уже такой тяжелый. И, соответственно, такой же, но уже с кенгурятником. Давайте оставим простой. Не хочу ничего на морде менять. Далее у нас меняется решетка радиатора. Тут, опять же, лучше оставить дефолтную. Дополнительные зеркала мы их ставить не будем. Соответственно, мухобоечка вот такая у нас тут интересненькая есть. И вот такая вот дама, летящая вперед. Ну, давайте ее, наверное, мы и оставим. В этом месте у нас поворотнички. То есть, их можно убрать, но будет черный объект снизу оставаться, поэтому лучше их оставить. Далее, соответственно, такие же у нас идут накладки под дверь. То есть, опять же, здесь можно налепить лампочек. В этом месте у нас ставятся ветровички. Давайте поставим большие. Далее на крыше это у нас уже идет тюнинг салона. Соответственно, козырек либо пластик, либо хром. Далее, лайт бар. Ну, что-то там типа, да, можно будет также налепить. Мигалочки всяческие там поставить и тому подобное. Ну и, наверное, здесь что? В принципе, все, что ли. Остальное у нас идет тюнинг салон. А что-то я думал, поболее будет у нас вариантов. Давайте посмотрим. Пейнтед хром. Конечно же, это у нас зеркала. Ну да, здесь уже пошел тюнинг салон. Так что давайте мы перейдем на салон. Посмотрим, что у нас здесь интересного. Полоса убирается и ставится здесь. Соответственно, зеркала также можно поменять с салона. GPS-дисплей. Короче, четыре варианта навигаторов у нас тут идет. Это таблички водителей. Вы, надеюсь, понимаете, о чем это. Слоты. Опять же, можно сюда всячески повешать флажочки, регистраторы. Короче, что только не захотите, вы сюда сможете подвешать. Дашборд-компьютер у нас тут присутствует. Давайте оставим. Столик можно сделать. Такой небольшой. Туда что-нибудь накидать из стандартного набора тюнинга. Здесь, как я понимаю, у нас хватается тюнинг с внешки. В этом месте у нас меняется бампер почему-то опять же. Тут мы можем поставить рацию. Но рацию можно поставить, друзья, и непосредственно вот здесь. Но я не понимаю, почему слева вот здесь, что этот слот делает. Как-то она странно тут висит. Здесь смотрится более-менее нормально. Но вот нет говорилки почему-то. То есть, это очень-очень странно. В остальном все. То есть, тюнинга салона больше здесь нет никакого. Ну, соответственно, да, вот эти висюльки можно здесь поставить. То есть, очень странно, что вроде такой хороший салон. Хотелось бы сюда, допустим, что-нибудь поставить. Здесь что-нибудь загромоздить. Кроватку какую-нибудь постелить. Там шторки какие-нибудь подвешить. Ну, вот такое вот сделать, чтобы как-то более-менее здесь было уютно. Салон хороший и, в принципе, на уют располагает. Качество модели очень-очень даже солидное для публичного доступа. Ну, не знаю, быть может, в следующих версиях все это начнет у нас меняться только в лучшую сторону. Ну, что, друзья, на этом первая часть обзора закончена. Вот такой вот мы подсобрали трачок. Многие меня ругали, что я там оставляю постоянно бедные комплектации. Ставлю пластиковые бампера и тому подобное. Ну, вот сейчас начинаю немножечко исправляться. В принципе, машинка получилась интересная, не сильно заколхоженная. Лампочек здесь вообще практически по минимуму. Это, наверное, та машина, которой, ну, просто не идет огромное количество лампочек. И вот она должна быть в таком состоянии, около заводском, с минимальным набором тюнинга. Итак, друзья, не переключайтесь. Во второй части обзора мы прокатимся на этой машинке. Посмотрим, как она ведет себя в игре. Так что, не переключаемся. Итак, друзья, ну что, груз я взял. Он находится, он там сзади стоит. Итак, есть у нас возможность более детально оглянуться. Я тут нашел, что у нас присутствует шагающая камера. И при входе в спалочку начинается самое интересное. То есть, вылазят практически все косяки, которые мы, ну, не будем видеть по большей части. Итак, как видите, да, вот здесь, блин, скидывается, жалко скидывается. Нельзя на паузу поставить. Ну, в общем, вот видите, ровно посередине экрана у нас на стыке панелей черная дыра находится. Здесь почему-то нам решили сюда вывести полную информацию с бортового компьютера. Там дальше у нас в салоне тоже все меняется. Там чуть ли не четыре у нас этих борточа. Как-то нужно все это настроить. Вообще, здесь, по идее, должна быть, насколько я понимаю, что-то типа блока управления, климат-контролем или что-то в этом роде. Хотя я могу и ошибаться. Здесь просто может быть глухая стенка. То есть, ну, как-то тоже очень-очень странно. Появляются здесь у нас, опять же, вот видите, да, несостыковочки в панелях. То есть, вот эти черные дырочки, как я их называю. Опять же, вот нелицеприятный косячок ровно на углу с текстурой. Но можно посчитать, что она типа там затерта и так далее. Дыры у нас по правому борту, как видите, в спалочке, да, у нас находится все это. То есть, ну, при детальном, так скажем, рассмотрении, да, все эти косяки влазят. Косяки очень нелицеприятные и вообще не красят этот мод. Но если ездить при таком виде, если еще даже немножечко поднастроиться, там сесть, я думаю, немножко поближе, немножко пониже. Возможно, здесь даже у нас есть регулировка руля, но она, конечно же, не поддерживается. То есть, опять же, косячок. Ну, как-то вот, не знаю, все вот в мелочах начинает опять меня расстраивать. По индикации, то есть, обратите внимание, здесь бортач как-то криво настроен, здесь и здесь. Все очень-очень криво выведено. Как по мне, лучше, не знаю, как-то вот все-таки может замапить свой новый бортовой компьютер под него. Либо вот эти старые переделать сюда, чтобы это, ну, хотя бы минимум, что-то здесь вписывалось. Потому что, ну, половину видно, половину нет. Здесь вообще у нас полностью все как-то отключено, куда-то перешло. Какие-то полоски появляются, пропадают, скорости какие-то. Господи, что это такое? Здесь у нас там тоже что-то сейчас будет моргать. Давайте, кстати, мы посмотрим, да, как это все тут у нас. Запустим движок. Вот заморгал у нас бортовой компьютер. Нормальный причем. Все хорошо. Габариты ближние, дальние. Все здесь у нас работает. Рычажки все опускаются, крутятся. Дворники в двух, как я понимаю, режимах работают. Давайте попробуем, может быть, дождь включить. Нет, не идет дождь. Не знаю, что за фигня, но дождь у меня в игре не идет. Машина вся шипит. Звуки классные. То есть, обратите внимание. Типа, повышая передачу, моргает. Круто вообще. С внешки. Габариты. Желтеньким горят. Ближний свет фар. Дальний свет фар. Ну, за свет по бамперу идет конкретный, конечно. Но так выглядит очень круто. Подсветка приборов, обратите внимание, желтенькая такая, атмосферненькая. Все классно. Вообще обалденный мод. Просто его нужно доработать. Так, давайте попробуем зацепиться. Дефолтный у нас трейлер. Что, какие-то проблемы? Что-то крюк пролетел. Ну-ка, давайте вперед потихонечку. Отлично. Пролетает. Нужно помедленнее заезжать. Так, ну что, поехали. Блин, да звуки-то классные. И скорость так набирает хорошо. Обалденная машина, друзья. Вот эти вот мелкие косяки с вот этими датчиками, приборами. Конечно, это можно взять простой салон, где этого всего не будет. Но хотелось бы, чтобы все это работало и в нормальном варианте, в дорогом, в эксклюзивном варианте салона. Машина-то классная. И можно, наверное, действительно сказать, что лучше-то и нету. Моторный тормоз, то есть engine brake у нас также. Вот смотрите, клавиша включается. Да все офигенно, все анимировано. Кстати, здесь есть где-нибудь блокировка. Вообще, по идее, вот как бы блокировка. Видите, там мосты с крестиком. Но включаешь, она вроде бы не нажимается. Ну окей. И индикации, соответственно, нет у нас никакой на бортовом компьютере. То есть, ну, что-то опять же нужно дорабатывать. Вот что-то у нас моргает, смотрите, какая-то ерундовина. Что это может быть, я даже не знаю. Что это такое? Хм, фигня какая-то. Вот снизу тоже что-то моргает. С внешки нормально все вроде бы. Два варианта good-coach. Даже, блин, с перепуга заехал на тротуар. Классная машина, друзья. Ну, серьезно, просто нужно рукастого мододела для нее. Чтобы все он доделал. Машина крутая, блин. Вообще, мне она очень нравится. Мне и сам этот Peterbilt очень нравится. Хотя машина крайне спорная для некоторых. И некоторые ее не признают. Но мне она очень действительно нравится. И хочется, чтобы рукастый автор за нее взялся. Просто ее доделал. Ее не нужно переделывать. Ее там не нужно переписывать. Что-то моделить, шпановый. И там дырки эти все за 5 секунд можно залатать, стянуть. Машина действительно очень крутая. И я верю все-таки. Буду надеяться и верить, что кто-нибудь, когда-нибудь, все-таки эту машинку доведет до ума. Чувак, смотри, не спрыгни. Мы за тебя все очень переживаем. Не знаю. Ну, хочется просто, чтобы ее доделали. Все датчики работают. То есть, ну, классная тачка. Но мелочи вот эти все. Настолько они убивают этот мод. И не знаю, не знаю, не знаю. Ну что, друзья. Вот такой вот у нас получился обзорчик. Опять же. Еще раз повторюсь. Модель офигенная. Тюнинг классный. Но косяки вот эти все мелкие. Какие-то непонятки с бортовыми компьютерами. То есть, понятно, что это можно убрать. Но хотелось бы, чтобы это все работало. Нормально работало. Нужно дорабатывать. Определенно нужно дорабатывать. Если вдруг меня там кто-то сейчас смотрит из мододелов, которые готовы взяться за этот мод, сделать вот это все, переделать, убрать эти мелкие косяки, напишите мне в личку ВКонтакте. Поговорим с вами. Я скажу вам более детально, что нужно изменить. Улучшим этот мод. И действительно, это будет самый, наверное, качественный 387-й Петербилд, который только есть для Американ Трак Симулятор и Евро Трак Симулятор 2. Напоминаю, что ссылки на скачивание для АТС и ЕТС можно найти в описании под этим видео. Ну а если данное видео вам понравилось, то не забывайте поставить ему лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы первым узнавать о появлении новых видео и запланированных трансляциях, которые проходят по субботам и по воскресеньям в 18.00 по Москве. Ну а с вами был я, Алексей. Я желаю вам всем хорошего настроения. Всем огромной удачи и пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok